Что предложил Владимир Путин, когда приехал в Министерство иностранных дел, посадил возле себя этого Лаврова? Несколько моментов. Украина без НАТО, в НАТО Украина не идёт. Украина должна отдать Путину 4 области, весь Донбасс, Донецкую и Луганскую области, Херсонскую и Запорожскую. И более того, все санкции, которые были введены против России с начиная с 2014 года, Запад и Украина должны отменить. Это такой был ультиматум. Но у многих сразу возникло такое ощущение, что Владимир Путин занервничал именно как раз после того, как американцы ввели санкции в отношении российской Мосбиржи, национального депозитария, ряда крупных корпораций, в том числе и газовых проектов. И вот, мол, Путина заставила та же российская элита пойти и что-то начать говорить. Как вы к этой идее такой мысли относитесь? Да нет, ну послушайте, ерунда это всё чистое. Путину хотелось перехватить инициативу. Он хотел навязать другую повестку дня. Он рассчитывал, что... Ну вот, смотрите, на мой взгляд, не без участия российских пропагандистов, не без участия российских спецслужб, которые просто по определению занимаются продвижением разного рода фейковых нарративов. Вот здесь очень важно понимать, Александр, очень часто люди, которые читают в западных средствах массовой информации, да и не только в западных, статьи о том, что, мол, российские спецслужбы продвигают какие-то фейковые нарративы, они считают, ой, нет, это какая-то ерунда, это конспирология, этого быть не может, это там журналисты додумывают, да как такое возможно? Я просто хочу обратить ваше внимание, в любой серьезной книге о том, как устроены российские спецслужбы, как были устроены их предшественники, советские спецслужбы, будет написано, что в основе работы советской разведки и унаследовавшей ей службы внешней разведки России, а также других российских спецслужб, лежат три вещи. Первое – это агентурная работа, то есть вербовка агентов, или налаживание связей среди физических лиц, живущих на Западе, это, может быть, люди разного уровня, от высокопоставленных политиков до каких-то рядовых исполнителей, иногда, знаете, разведке гораздо важнее завербовать шифровальщика, чем посла. Официанта. Или официанта, который там прислуживает на дипломатических раутах. Короче, агентурная работа – раз, анализ полученной информации – два, и третье, внимание, активные мероприятия. Вот под активными мероприятиями, то есть это была примерно треть работы службы внешней разведки России, а до этого первого главного управления КВБ внешней разведки СССР. То есть треть сил, грубо говоря, тратилась на то, чтобы внедрять разного рода дезинформацию или организовывать какие-то медийные кампании в поддержку там миролюбивых инициатив Советского Союза или там, я не знаю, в управдание советского вторжения в Чехословакию, а потом в Афганистан. Все, что угодно, да, это никуда не делось. И смотрите, я абсолютно уверен, что масса публикаций, которые появились в последнее время о том, что пора садиться за стол переговоров, что мир устал от продолжающейся с половиной года войны в Украине. Смотрите, вот буквально, по-моему, прошлой или позапрошлой ночью, как выяснилось, что-то 120 тысяч разных фейковых информаций было внедрено в социальные сети о том, что якобы разные селебрити западные призывают прекратить поддержку Украине. Там от Лионеля Месси до кого-то из известных рок-музыкантов английских. И службы постарались. Я абсолютно в этом уверен, да. И вот смотрите, значит, давайте, 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 давайте садиться за стол переговоров, давайте заканчивать эту войну, давайте договариваться с Россией. И как бы финальный аккорд. Путин выходит вот с этим самым мирным планом. И вполне вероятно, что даже в какой-то мере он сам себя убедил в том, что это будет результативным. Вот после этой кампании, которая, очевидно, не без участия российского, развернулась в западных СМИ, выходит сам Путин и говорит там, вот давайте, вот мои условия мира. Но, к сожалению, для Путина выяснилось, что люди там на Западе не настолько с ума посходили, и не настолько отупели, что среагировали правильно и довольно быстро, что всерьез это воспринимать невозможно, это не мирные предложения, это ультиматум. Ну вот вы знаете, кстати, New York Times, издание, оно выпустило очень интересный материал с документами о том, как проходил переговорный процесс между Киевом и Москвой, между командой украинской власти и командой путинской власти. с точки зрения вот этих процессов перемирия или мира, 2022 года, февраль-март. Беларусь, Терия, Турция, да, вот по этим направлениям. И что интересно, они показывают документы, New York Times, различные вот эти коммуники и так далее. И в них что предлагает Путин? Отказ Украины от НАТО, русский язык, государственный, это Крым российский непосредственно, полное разоружение Украины, полнейшее разоружение Украины с ракетами, которые не могут достать не то, что до Донбасса, но и до Крыма. Отведение всех войск, только возможных войск, да. И более того, там очень важная позиция, что Владимир Путин будет решать, будут ли вводиться гарантии безопасности для Украины, если он второй раз захочет напасть на украинское государство или нет. Вот Украина может подписаться Штатами, с Британией, условно-гудапельским меморандумом, да, или гарантии безопасности. А именно Владимир Путин будет решать, будут ли они собираться в страны или не будут. Можно ли сказать, что уже тогда, в феврале и в марте, когда Путин понял, что этот близкрик провалился, что он готовился по большому отсчету к новой какой-то операции, войне и так далее, на ваш взгляд? Да нет, я думаю, что тогда была чуточку иная ситуация. Во-первых, давайте вспомним, что эти переговоры сначала в Белоруссии, потом в Стамбуле начались в ситуации, когда Запад колебался. Вот давайте называть вещи своими именами. Запад еще колебался. Я сам тому свидетель, потому что, как мне уже приходилось рассказывать, компания «Украина-24», в которой я тогда работал, телекомпания, эвакуировалась во Львов первые дни войны и там налаживала свою работу. И я тогда остановился в гостинице, где было очень много западных журналистов. Там была оборудована площадка для работы CNN, там работали BBC-шники, кто-то еще, кто-то еще. И вот, как часто бывает в таких ситуациях, это международное журналистское братство оккупировало бар этой гостиницы, где шли бесконечные споры, разговоры, пересуды, обсуждения последних новостей. И очень многие тамошние завсегдатые, вот эти все американцы, англичане, немцы, говорили мне, ну, Евгений, ну, давай посмотрим это самое правде в глаза. Ну, сколько еще продержится Киев? Ну, сколько еще продержится Киев? Ну, две недели. Ну, вы же понимаете, что русские сильнее, что русские рано или поздно возьмут Киев, а потом и значительную часть остальной Украины. Я, находясь постоянно на связи со своими киевскими друзьями, знакомыми, источниками информации, получал от них подпитку информационную и говорил, нет, ребят, вы не понимаете, вы не понимаете, насколько сейчас украинский народ мобилизовался и насколько сильна сила духа и желание сопротивления. Вот вы увидите, что ничего у русских не получится, что Киев взять не удастся. Я оказался прав. Я оказался прав. Мы знаем, что наступление на Киев провалилось. Мы дальше можем спорить о том, по доброй воле ли отошли русские или вынуждены были отойти. Но мы же помним вот эту, сколько там, 64 километра была эта колонна, которую по частям разбили в самом начале войны. И сколько было, и вот вспоминали мы сейчас с военным экспертом Олегом Ждановым буквально на днях публично на моем канале все обстоятельства провалившегося российского десанта в Гастомеле. Вот было много таких эпизодов, которые привели к тому, что ход войны пошел совсем не так, как думали в Кремле. И вот эта вот 64-километровая колонна-то, она состояла в основном из тех, кто маленький на три дня поелками у себя парадную форму, чтобы потом устраивать торжества на Крещатике. Вот их-то и разбили. Ну а потом ситуация поменялась. Но начинались вот эти переговоры и контакты, увы, давайте называть вещи своими именами, когда украинская власть, украинское правительство, украинский президент объективно не имели стопроцентной гарантии, что они и дальше будут получать в необходимых объемах поддержку со стороны Запада. Приходилось, что называется, искать какие-то альтернативные возможности для того, чтобы не пасть жертвой вот этой вот наглой российской агрессии. А что касается конкретных документов, которые опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс», ну, при всем моем уважении, я так понимаю, что в распоряжении газеты «Нью-Йорк Таймс» смогли оказаться те документы и материалы, которые выкладывала на стол в ходе переговоров российская делегация. То, что такие предложения были и они обсуждались, это совершенно не означает, что они получили поддержку, согласие, одобрение или, как минимум, парафирование с украинской стороны. Правда? Я имел возможность разговаривать с одним из непосредственных участников вот этих встреч и переговоров. К сожалению, не могу называть фамилию. Он делился со мной этой информацией на условиях анонимности. Не цитировать его по фамилии, но, поверьте мне, это человек, который принимал участие во всех этих встречах и переговорах, и его вердикт был такой, что, во-первых, люди, которые приехали с российской стороны на переговоры, они были только таким вот коллективным живым дуплом. То есть они, грубо говоря, привезли условия Путина. А когда украинская делегация пыталась об этих условиях говорить, эти условия обсуждать, предлагать альтернативные варианты, выяснялось, что у тех, кто сидит по другую сторону стола во главе с мединским пресловутым, у них просто нет мандата. Они просто не являются субъектной стороной в этих переговорах. Это, кстати, очень характерная история вообще для разных эпизодов дипломатического прошлого, которые имели место в украинском контексте. Ну, скажем, давайте вспомним переговоры Курта Волкера. Помните, был такой представитель госдепа по Украине с Владиславом Сурковым. Вот я очень хорошо помню, я брал у Курта Волкера интервью, и когда я его спросил о том, какие самые важные его впечатления от этих переговоров и от этих контактов, он сказал, что на самом деле господин Сурков не был субъектным переговорщиком. То есть у него не было возможности ни обсуждать, ни принимать какие-то даже минимальные тактические решения. Вот я, как человек, уполномоченный администрацией США, вести переговоры, у меня такая возможность была. Я вам другую историю расскажу. Когда были нормандские переговоры... Понимал, отвергать, откладывать в долгий ящик, а Сурков всякий раз, что называется, бегал звонить в Кремль, спрашивать, можно или нельзя. Есть другая история. Когда вот были нормандские переговоры, Франция, Германия, Украина, Россия, то когда на них приезжал министр иностранных дел Лавров, он очень часто клал перед собой лист бумаги, или там их несколько было, этих аркуш, и зачитывал их. И дальше просто пил. Единственный он только пил и курил. Более никто спивался там. И более ничего, потому что он не мог себе позволить вообще ничего сказать, так как вот ему это передали, эту бумажку Путин, или там из Кремля передали, спустили бумажку, он её прочитал. И дальше, говорят, вот его спрашивали 2-3 часа, и он зачитывал одну и ту же бумажку и так уезжал. Вот это министр иностранных дел Российской Федерации, так что я тут абсолютно верю, Евгений Алексеевич. Слушайте, Евгений Алексеевич, всё-таки эти санкции американские в отношении Мосбиржи, вот Путин же хотел дедоларизации, хвастался так, обойдёмся без доллара. Но вот Мосбиржа лишилась доллара, евро. Как вы к этому всему относитесь? Как вы это оцениваете? Сильный удар нанесли американцы? Ой, вы знаете, я не готов это комментировать, честно говоря, потому что я не являюсь большим специалистом вот в этих финансово-валютных вопросах, в том, насколько это существенно. Ну, допустим, до этого уже была выведена из строя петербургская биржа, где обращались разного рода ценные бумаги и прочие финансовые инструменты. Ну, при этом российская экономика устояла. Я не исключаю того, что и после закрытия торгов на московской валютной бирже российская экономика таки устоит. Но в любом случае, пока что ещё обращение иностранных валют в России не под запретом. И теоретически можно приобрести иностранную валюту напрямую через банки, потому что всё-таки торги на московской валютной бирже – это была отдельная история. Но в отсутствии торгов понятно, что пропадает рыночный инструмент образования валютного курса. Понимаете, потому что всё-таки до этого именно на торгах определялось, а сколько в действительности стоит российский рубль в долларовом или в евровом выражении. Сейчас вполне вероятно, этим будет заниматься Центральный банк России, и это будет в некотором смысле уже решение командно-административного свойства. То есть в конечном счёте это будет движение российской экономики в давно наметившемся направлении, то есть в направлении возврата командно-административных методов управления ею и постепенной архаизации. Вы помните, как в 90-х в начале люди проснулись, а уважения нет? Всё ушло. Как думаете, Путин заберёт вложение россиян? Настанет такой день для россиян, когда вот Путин взял и забрал, и нету ничего, не осталось? Для Путина главное – это удержание власти. Если Путин почувствует, что без конфискации сбережения российских граждан его власть не удержать, значит, тем хуже для российских граждан. Значит, он придумает, как конфисковать их банковские вклады, их сбережения, как их ободрать в конечном счёте, как липку? Вот знаете, племянник, по-моему, Владимира Путина – это племянник Шоломов. Наверное, так правильно он давили. Он… Шоломов, да? Шоломов. Шоломов. Он получил яхту 700 миллионов рублей во Франции, где-то она у него стоит. Миллиардер, долларовый миллиардер. Я вот про себя думаю. Наверное, семья Путина самая богатая в России. Можно ли назвать Путина единственным и главным олигархом Российской Федерации? Ну, вы знаете, я не удивлюсь, если выяснится, что формально у Владимира Путина ничего нет. Вот как он пишет в своей декларации, про то, что ему принадлежит старый автомобиль «Волга» ГАЗ-21, и там какой-то прицеп к «Жигулям», к «Ниве». Я не удивлюсь, что действительно, если поднять официальные документы, которые имеются там в реестрах Российской налоговой службы, выяснится, что действительно ничего большего у него за душой нет. Почти что бомж, да? Но живет он, конечно же, при коммунизме, потому что он полностью обеспечивается из госбюджета. Причем я даже, знаете, я не представляю, как это можно в финансовом смысле учесть. Потому что там же и завтраки, и обеды, и ужины, и перекусы на работе, и какие-то услуги, которые ему предоставляет федеральная служба охраны, за которые нормальный человек бы платил. Это все его резиденции, это его переезды, эти его перелеты. Хочешь, по земле едешь, хочешь, по воздуху на вертолете летишь. Хочешь, батискаф. Ну да, и вот эти вот развлечения, да, там другой бы человек, который хочет где-то там поплавать с аквалангом, или в батискафе куда-то опуститься, или поехать, я не знаю, на охоту, или там поучаствовать в усыплении там какого-то ассурийского тигра, которого, значит, нужно спасать, и поэтому, значит, нужно поставить ему метку электронную, да, а для этого, значит, надо попасть в него вот этой вот стрелой с дротиком, с усыпляющим веществом, ну и все такое прочее. Вот во всех этих развлечениях, включая даже знаменитый в свое время вот этот вот полет во главе стаи птиц, Путин ни копейки не платит, да. Поэтому, конечно же, он в каком-то смысле самый богатый человек в России, которому позволено, ну решительно все. А если у него есть сбережения, откаты, которые он получал от разного рода официальных миллиардеров, вроде братьев Ротенбергов, братьев Ковальчуков, Тимченко, Шаломова, там длинный список можно привести, то здесь имеются формальные держатели, подставные лица, грубо говоря, которые имеют счета, офшоры, где хранятся вот путинские миллиарды. Но поскольку, вот понимаете, пока он президент, ему эти миллиарды не нужны, ну, учитывая то, как устроена его жизнь. И он не случайно за эту жизнь цепляется. Все.